Танец мультгероев переносит детей в сказку. Так начинается их предновогоднее путешествие. До нового года осталось меньше месяца и уже начали устраивать детские утренники. На днях прошло два первых спектакля под названием «По следам маленького принца». Мне понравился шляпник, также алиса, также фокусник, его фокусами, ну и много, ну мне больше всего все понравилось. Вместе со сказочными героями ребята играли, пели, танцевали, писали письма Деду Морозу и, конечно, зажигали главную новогоднюю красавицу. Гори, елочка! Гори ты, елочка! А вы мне помогли! Елочка, гори! Эти утренники стали крайними в 2016 году в цикле мероприятий под общим названием «Мы вместе». В течение всего года администрация Владивостока в рамках программы «Доступная среда» устраивала для детей всевозможные праздники и мастер-классы. Эти акции особенные. Они направлены на формирование, скажем так, взаимоотношений между обычными детьми и детьми, которые имеют особенности в здоровье. Они учат их дружить, играть, они помогают им приобретать новых друзей, знакомых и помогают им вместе общаться. Доступная среда и праздники нужны не только детям. Параллельно с утренниками для маленьких, для взрослых устроили концерт на Международный день инвалидов. И цель у таких мероприятий одна. Привлечение внимания населения к проблемам граждан с ограниченными возможностями, а также вовлечение их в общественную жизнь. Перед зрителями выступили артисты разных жанров. Затем людей с ограниченными возможностями поздравили с наступающим Новым годом, благодарили за активную жизненную позицию и участие в различных мероприятиях. Организаторы уверены, доступная среда – это не только пандусы и комфортные перемещения по городу, но и доступные праздники. Ирина Мокрецова, Новости на Восьмом.